Но прямо сейчас с удовольствием вам представляем команду Сибирь-1 Краевой спортивной школы по художественной гимнастике, которая находится в нашей студии и уже, что называется, в образе сейчас представит какую-то прекрасную спортивную зарисовку. Поехали! Сибирь-1 Сибирь-1 Большое спасибо за переживание. Немножко у нас пол такой, наверное, не очень гимнастический, но, тем не менее, отлично справилась команда Сибирь-1. Спортивная школа по художественной гимнастике чуть позже. Девочки, огромное спасибо. К нам присоединится главный тренер. Мы с этим поговорим. Да, девчонки такие тонкие, звонкие, красивые. Просто душа радуется. Вернемся чуть позже. Сейчас была полезная информация. Полина Лой, тренер Крайевой спортивной школы. Там уже старший тренер сборной края по групповым упражнениям. Полина, доброе утро. Доброе утро. Хотелось бы узнать, что у вас происходит на занятиях. Девочки такие, все как на подбор. Виден ваш уровень. И хотелось бы поподробнее разобраться в этом вопросе. На занятиях у нас очень все бодро, быстро, интересно. Мы с малышей начинаем готовиться вот с таких вот, еще даже меньше. Вот к такому мы приходим. Так, а возраст какой? Вот мы начинаем заниматься от трех и старше. Слушай, я слышал, что художественная гимнастика там стремительно молодеет, но не настолько. 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 У них нет детства. Детство в зале? Отличное детство в зале. Дискультура, гибкость и уже пластичность уже вот с раннего возраста прививается. Может быть, покажете что-то интересное? Софочка, давай. Складочка, сидя. Складывайся. Это самые первые, самые такие, ну самые важные движения. На коленочке, мостик с колен. Для взрослых гимнасток это, конечно, уже, как говорится, плевая идея. Простые элементы, да? Да, самые простые, но оно самое важное, что закладывается. Мостик стоя. Давай сделаем. Вот это я сейчас уже не сделаю никогда в жизни. Такой элемент. Приходите к нам. Видимо, уже поздно начинать, потому что надо было слабого раннего. Ну и самое уже такое начинающее. Ножка в сторону. Равновесие. Вот, это уже что дальше уже движет нашими гимнастками. Это уже посложнее. У нас пройдут самые опускай ножку. Соревнования для малышей «Снежная королева», где самые маленькие наши спортсмены, наши краевой спортивной школы будут показывать свое мастерство. Вот они в сентябре пришли, и вот уже сейчас они будут первый раз делать свои первые шаги на помост, на ковер и показывать то, чему их научил тренер. Это соревнования, знаете, такие теплые, домашние, потому что в преддверии Нового года создаем уют. Папа и мамы там на трибунах сидят. Папа и мамы на трибунах сейчас пока не сидят, но они могут всю трансляцию смотреть по телевизору своих деток. Старшие уже в этом деле нам помогают. Да, есть еще одни элементы, мне подсказывают, что есть еще какой-то элемент, который вы можете показать. Мы можем... А, еще у вас выступление одно. Все, мы поняли, вы готовите еще одно выступление. Еще один задам вам вопрос. Все-таки здесь, знаете, гимнастика, это все-таки про талант или про трудолюбие? Вот важно понимать родителям, которые уже хотят отдать детей своих в этот спорт. Талант, конечно, он всегда везде нужен. Талантливый, ну, талант он развивается, и трудолюбие, конечно, детям дает возможность свой талант развить, показать. Ну, то есть идеально, когда есть данные, да еще и талант, да еще и трудолюбие, вот это залог результатов. Это как мальчиков, значит, в кадетский корпус задают, а девочек на художественную гимнастику. Это вот, знаешь, закаляет характер. Довольно интересная версия детства. Да, да. У нас в школе, конечно же, уже есть и направление мужской художественной гимнастики, эстетической гимнастики. У нас мало времени, давайте посмотрим номер, потому что очень любопытно, что вы приготовили еще. Ева. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok